Добрый день, уважаемые первокурсники, коллеги! Очень приятно вас теперь так называть. И я хочу от всей души вас поздравить с тем, что вы вошли в семью славного первого Санкт-Петербургского государства медицинского университета. Я знаю, что убежден на 100%, что вы лучшие из всех абитуриентов нашей страны. Я не могу себе представить что-то более значимое для человека, чем годы его университетской жизни. Потому что эти 6 лет вас превратят из школьника в настоящего врача. Хотя учиться потом нужно будет еще всю жизнь. Вот то, что вы сегодня здесь, конечно, заслуга, прежде всего, ваших родителей. Скажите им спасибо. Добрый путь, добрый час, успехов вам. И наш университет, который 125 лет строили многие-многие поколения, поверьте мне, умных людей, и мы прекрасно понимаем, что, может быть, в значительной степени они, ну, как минимум, такие же, как мы, а так еще умнее и умнее. И вот это все отдается вам для того, чтобы из вас воспитать лучших врачей. Добрый путь. Ваши непростые годы школьной жизни. Ваше трудолюбие, любознательность, упорство позволили получить аттестат и преодолеть высокую планку, высокую планку единого государственного экзамена. И вот вы здесь, признанные победители этой части интеллектуального марафона. Сегодня вы на старте принципиально новой эпохи в вашей жизни. Вперед к погружению в теорию и практику медицины. В богом избранную профессию помогать страждащим. Дорожите тем, что подарено вам. Умножайте честь нашего университета. Вступайте уверенно по открытой для вас, увлекательной, новой дороге жизни. Вперед, дорогие студенты! Нам очень приятно видеть вас здесь. Вообще слово «первый» университет, в который вы поступили, оно во многом обязывает. Мы лучшие из первых, а вы первого из лучших. Но сегодня праздник, который в общем и целом меняет всю вашу дальнейшую жизнь. И меняет он... у вас появляется ответственное отношение к тому, что вы делаете. В нашем ВОЗе созданы все условия и для учебной, и для внеучебной работы. У нас две мощные студенческие организации. Это Совет обучающихся и профсоюз студентов. И вы сегодня познакомитесь с ними. Кроме того, у нас очень много различных направлений. Ну, в частности, студенческий спортивный клуб «Панацея», с которым вы тоже сегодня познакомитесь, которые реализуют работу и на кафедре, и в студенческих спортивных секциях. У нас 23 сборные команды абсолютно по разным видам спорта. И вы тоже, если имеете такие таланты, то способности можете включаться. Кроме того, студенческие медицинские отряды, у нас их 6 студенческих медицинских отрядов. У нас добровольческое объединение «Добрый мед», которое также у нас на всю страну известно. Вы видели уже наш вокально-инструментальный ансамбль. Я думаю, он вам понравился, аритмия. И, кроме того, хоровая студия «Академия Павлова». Также у нас студенческий патриотический клуб «Салют». У нас капустник, о котором тоже уже говорили знаменитый, которому уже более 70 лет. На каждой кафедре студенческое научное общество организовано. У нас замечательная база загородная в поселке Васкилова на берегу Лемболовского озера. Активностей очень много. Пожалуйста, все свои таланты и способности вы можете реализовать. Но в первую очередь, как сказал и Сергей Федорович, и Андрей Ильич, это в первую очередь, конечно, учеба. Но мы вас ждем. Добро пожаловать в нашу замечательную студенческую семью. Успехов вам, ребята, и родителям. Терпения. Я вас поздравляю. Вы лучшие. Мы всегда имеем огромные надежды на каждый первый курс. Вы были действительно один из 33 людей, абитуриентов, которые к нам поступили. Поэтому мы верим, что как раз ваш курс будет самый-самый лучший. Могу сказать, что я очень рад, что завершилась эта напряженная приемная кампания. Я нервничал, наверное, даже больше, чем поступающие. Потому что, с одной стороны, мы подготовили уникальную образовательную программу для кибернетиков, для биохимиков, для тех людей, которые будут двигать медицину и развивать ее совершенно новыми технологиями. С другой стороны, отдельная задача убедить, что это действительно нужно, убедить, что за этим есть будущее. Поэтому я приветствую всех первокурсников, которые все-таки оказались здесь у нас. И я с очень большим энтузиазмом смотрю, как мы будем строить новые образовательные траектории в IT, в биоинформатике, в научном поиске, в одном из сильнейших клинических и научных университетов медицинских в России. Я просто очень рада, что сегодня, в такой чудесный день, 31-го, самый теплый день в истории измерения погодных температур. Мы встретились на таком знаковом месте. И надеюсь, что вот в этих же солнечных лучах мы с вами дойдем все в полном составе до выпуска через 5 лет. Разрешите вас всех поздравить с этим замечательным праздником. И обратиться я хочу прежде всего к нашим первокурсникам. Вы молодцы, вы прошли очень трудный путь и стали полноценными, полноправными членами элитного сообщества. Почему я это сообщество назвала элитным? Потому что наш вуз многие годы по различным рейтингам занимает лидирующие позиции. Но рейтинги — это не постоянная константа, а зыбкий, очень показатель, напрямую зависящий от тех людей, которые здесь учатся и работают. Поэтому мы очень надеемся, что вам удастся не только своей успешной учебой, активным участием в воспитательной, научной деятельности удержать эти высокие показатели, но и их приумножить. В добрый путь и пусть удача будет с вами. Я бы хотел сказать, ну, две маленькие вещи, как две новости, хорошая и плохая. Диплом признается почти везде. Выпускники чувствуют себя хорошо. Выпускники работают по медицинским специальностям. И то, что вы из первого меда, поверьте, во многих местах вам открывают двери. Но есть одна плохая новость. Это как будто вот вторая сторона медали. С вас будут требовать так же, как с российских студентов. Вам нужно будет точно так же в сроки хорошо сдавать зачеты, экзамены. Точно так же очень сильно учиться, особенно на первых курсах. Поэтому желаю вам удачи в этом. И надеюсь, что большинство из вас пройдет весь путь. И через шесть лет мы увидимся снова уже на выпуске. У нас на протяжении многих лет функционирует Институт сельскообразования. Ключевое звено в Институте – это наш медицинский колледж, медицинское училище. И сегодня мы можем сказать, что наш колледж – лидер среднего медицинского профессионального образования в городе. От лица Центра взаимодействия с выпускниками я хочу вам пожелать. Программа «Минимум». После окончания шестого курса вот этим составом встретится на выпускном. Программа «На будущее», как все наши выпускники нашего замечательного университета, встречаются курсами через 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет. Вот чтобы через 50 лет вы тоже встретились с тем же составом и отпраздновали свою юбилейную встречу. Успехов! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рад вас всех приветствовать. Хотелось бы от лица совета обучающихся поздравить вас с новым этапом жизни. Добро пожаловать в первый мед. Профсоюз это в первую очередь для вас, для студентов, материальная поддержка. Это социальная поддержка. Это школа, которая растит активистов, которая растит лидеров. И здесь вы можете реализовать не только свои организаторские способности, но и любые общественно-политические амбиции. И вступайте к нам в профсоюз. Мы, решившие посвятить свою жизнь благородному делу, получая звание российского студента, перед лицом своих учителей и товарищей, клянемся. Клянемся! Не жалейте сил в изучении медицины, помня, что приобретенные знания будут нужны людям. Клянемся! Клянемся! Где бы мы ни были, высоко держать марку первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Академика Павлова и быть верным его академическим традициям. Клянемся! 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 Ребята, я вас поздравляю с получением символического студенческого билета. Пусть он греет вам душу верные шесть лет. Спасибо. Клянемся! 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 Клянемся!